Сахарный диабет входит в тройку заболеваний, наиболее часто приводящих к смерти. Статистика устрашает. В России более трех миллионов людей имеют этот диагноз. В Мурманской области эта цифра составляет порядка 25 тысяч. В преддверии Всемирного дня борьбы с диабетом, который отмечают 14 ноября, в региональном министерстве здравоохранения обсудили проблему. Сахарный диабет. Еще несколько десятков лет назад этот диагноз звучал как приговор. С годами медицина шагнула далеко вперед, но болезнь так и осталась в списке неизлечимых. И количество диабетчиков в Мурманской области регулярно увеличивается. Ежегодно в Мурманской области диагностируется от полутора до двух тысяч новых больных, страдающих этим заболеванием. И все прогнозы, в том числе прогнозы Всемирной организации здравоохранения по этому заболеванию, в общем, носят неутешительные. Генетическая расположенность – один из главных факторов заболевания. А также пенсионный возраст, ожирение, малоподвижный образ жизни, в том числе среди подростков. Как отмечают медики, в последнее время выросло количество детей с диагнозом сахарный диабет. Еще 20 лет назад их были единицы. Данная картинка была приведена на эндокринном научном конгрессе. На данной картинке показана эволюция человека. И она несколько носит эморитический характер. Говорит о том, что гомо сапиенс, человек разумный, к сожалению, в нашем 21 веке превратился в гомо-макдональдс. Лишний вес притягивает диабет, как магнит. Особенно в зоне риска находятся толстушки, которые собираются стать мамой. За текущий год в Мурманской области среди беременных пациенток, склонных к полноте, уже выявлено 450 случаев данного заболевания. Даже незначительное повышение сахара в крови у мамы на фоне беременности, оно приводит зачастую к очень тяжелым порокам, врожденным порокам развития у детей. И своевременное выявление, своевременное лечение гестационного диабета в первую очередь направлено на то, чтобы наше будущее поколение рождалось здоровым. Болезнь приходит незаметно, явных признаков диабета при незначительном повышении сахара в крови не будет. Поэтому медики просят беременных пациенток относиться с пониманием к обследованиям, которые им предписывают.